Да, жестокость я ощущала. Конечно, трудно об этом говорить, потому что это жестокость, которая исходила от человека, от которого ты не ожидаешь этого. Это был мой бывший муж. И было несколько моментов очень жестоких. И в этот момент, конечно, я чувствовала, что в первую очередь как будто бы он меня уничтожил как человека. Я просто себя переставала уважать в эти моменты. Мы в развитии, когда мы живем в отношениях, мы думаем, что это способно связаться. И поэтому мы с мужем очень трудно, когда мы живем в отношениях, это способно, чтобы мы не могли бы неизвестен, но это не так. Мы не можем жить так, но это сложно сделать эту проблему. Какая способа мы с тобой общаемся с одной семьей? Какая способа мы с тобой общаемся с мужчиной и женщиной? Но это потому, что он научился. С очень молодым, я почувствовала свою маму. И, с очень молодым, с 11 лет, я решила оставить мою семью. Потому что я не могла ненавистью, не могла ненавистью, не могла ненавистью от моего мамы. Я одно, что я люблю, что человек, что аж муж. Это то, что меня получается. Потому что я не могу видеть... Мне показалось, что женщина надо репетить, потому что вы родились из моей женщины. Она родилась из моей женщины, а женщина надо репетить, не репетить. Причем, лучше говорить, чем репетить. Я вышла на дороге с моей женщиной. На Новый год. И у меня есть босс, full of boys. И они начинают называть ее именем. Они начинают прыгать на машины. Они начинают молестить женщины. Никто не может сделать ничего. Потому что они либо representали политические или религиозные. Или просто партнеры. Но полиция не сделает ничего. Они не будут делать ничего. И я не буду делать ничего, потому что я боюсь. Я не хочу этого. Я не хочу видеть в моей семье, ажиотажные, ажиотажные, ажиотажные. И всегда, когда я вижу температуру моих женщин, я говорю вам, я говорю вам, я говорю вам, это так, это так. Я говорю вам еще один, я говорю вам, я говорю вам так, я говорю вам, Продолжение следует...